Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 12 главу. Отвечал Иов и сказал, «Подлинны только вы люди, и с вами умрет мудрость. И у меня есть сердце, как у вас. Не ниже я вас, и кто не знает того же. Посмешищем стал я для друга своего. Я, который взывал к Богу и которому он отвечал. Посмешищем человек праведный, непорочный. Так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами. Покойны шатры у грабителей и безопасны у раздражающих Бога, которые как бы Бога носят в руках своих. И подлинно спроси у скота, и научат тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Не ухо ли разбирает слова, и не язык ли распознает вкус пищи? В старцах мудрость, и в долголетних разум. Так отвечает Иов на слова Сафара, который говорит о том, что если бы ты был непорочен, то был бы богат. То есть Сафар видит, что богатство — это признак праведности человека. И мы говорили с вами о том, что в этом есть и заблуждение Сафара. И Иов ему отвечает. И мы видим, что Сафар здесь выступал как в роли учителя в 11 главе, на учителя, который не желал наставить, а который желал лишь упрекнуть. И вот интересно, как начинается эта глава словами, когда Иов говорит, что подлинно только вы люди, и с вами умрет мудрость. Действительно, это такие слова, они относятся к людям, которые думают, что вот только у них истина, и только они знают все. Ну, чаще всего, всего, такими людьми, по большому счету, в какой-то мере, не ошибусь, что являемся всеми с вами. Мы всегда думаем, что мы знаем, мы всегда думаем, что мы обладаем какой-то полнотой истины, и что если вот нас не будет, или мы не будем занимать какой-то очень важный пост, то все в этом, конечно, в этой системе рухнет. Так Иов и говорит о Сафаре, который так и думал. Смотрите, какие слова. Подлинно только вы люди. И с вами умрет мудрость. И далее продолжает. И говорит, что вы забыли о том, что и у меня есть сердце, как и у вас. Не ниже я вас, и кто не знает того же. Но, говорит, посмешищем стал я для друга своего. То есть, мы видим, что Иов говорит, что ты надо мной смеешься, что ты думаешь о том, что то, что ты мне говоришь, я этого не знаю, я это знаю. Но посмешищем я стал для тебя. Потому что этот Сафар, как учитель, который возвыснился своим знанием, как сказано, знание надмевает, а любовь назидает. И его знание, мы видим, оно было такое, ну, в общем-то, в состоянии заблуждения. Вот что по этому поводу пишет святой Исихий и Иерусалимский. Цитата. Иов говорит удивительно. Вместо того, чтобы кратко сказать, «Тогда бы вы не были людьми», он ставит вопрос. И что же он спрашивает? «Подлинно только вы люди, и с вами умрет мудрость». Это звучит за знаком вопроса. «Подлинно только вы люди, и с вами умрет мудрость». Это значит, это значит, не подтвердилось ли в вас достоинство разумного существа. Знаете ли вы суды Божии, о грешниках и праведных? Удобно действительно людям знать об этом. Тогда знайте, что Бог испытывает праведных и терпит грешных. Так рассуждает святой Исихий и Иерусалимский. «Потому последние пребывают в благополучии, а первые подвергаются испытаниям, так как для грешников благотерпение Бога может стать поводом вернуться к покаянию, в то время как для праведников долгое сражение становится поводом увенчаться короной или венцом». «Если бы вы это знали, не стали бы осуждать праведника, пребывающего в воспитании, и не приняли бы за праведника, пребывающего в благополучии грешника». Мы видим, что здесь Иов как раз в некоторых словах, которые мы прочитали, говорит о том, что и грешники благодействуют в шатрах своих. И объясняет, почему. Потому что Господь долго терпит. Не медлит Господь пришествие Своем, но долго терпит, чтобы как можно больше людей могли прийти к покаянию. Помните, как псалмопенец Давид взывал «Господи, докули, докули, будешь черпеть беззаконие беззаконников?» И апостол Петр на это отвечает. Не медлит Бог в пришествии Своем, но долго терпит, потому что Бог любит человека, любит грешника. И пришел, как мы помним, пришел, чтобы спасти грешников, а не праведников. Но о праведных сказано, ибо нет праведного ни одного. Все согрешили, лишены славы Божьей. Что же тогда праведность? Она как запачканная одежда. Поэтому праведников Господь испытывает, а грешников долго терпит. Так рассуждает. Да, призвать к покаянию. Так рассуждается это и стихий Иерусалимский. Итак, покойны шатры у грабителей, как говорит Иов в 6 стихе. Покойны шатры у грабителей и безопасны у раздражающих Бога, которые как бы Бога носят в руках своих. Видите, как рассуждает Иова? Можно ли носить Бога в руках своих? Нет. Но некоторые люди думают так, что если они знают что-то о Боге, то Бог уже у них как в сказке, да, помните, Александра Сергеевича Пушкина, о золотой рыбке, что и Бог у них уже на посылках, что они уже манипулируют Богом. Кстати, сегодня есть люди, есть такие оккультные различные секты, которые думают о том, что, зная имя Божие, они могут манипулировать Богом. Есть всякие группы в различных даже традиционных направлениях. Они думают о том, что, зная что-то о Боге, зная тайну Божию, они, вот такая эзотерика такая, могут манипулировать и Богом. Чтобы Бог, ну это служил бы им, да. Но сказано о Боге, ибо я Господь, и я не изменяюсь. Но люди хотят изменить Бога и построить его под свое грешное рассуждение и по свои грешные дела. Так и говорит Иов, что это языческое рассуждение, которое как бы Бога носит в руках своих. То есть Иов спрашивает по рассуждению Сафара грабители, раз они богатые и благополучные, значит, носят Бога в своих руках, то есть манипулируют Богом. Этими словами Иов отвечает на упрек Сафара в 11 главе, который говорил ему, если бы ты был праведен, то шатры твои были бы в благополучии. Иов на это отвечает, покойны шатры грабителей, то есть земное благополучие и богатство не показывает, снова и снова повторю, праведности человека. Как странно звучит это, потому что мы привыкли совсем к другому. Мы привыкли к тому, что если человек все, ну, значит, Бог его любит, смотри, как он ему дает. Нет. Этим самым строки божественного откровения, истории с Иовом, эти диалоги Сафары и Иова, мы видим, они разрушают это ложное представление о благополучии праведника и уничижении грешника. Итак, подлинно спроси у скота, научат тебя. Здесь Иов как бы говорит о том, что посмотри, что все в руке Божьей, все в руке Божьей, все Бог сотворил. Спроси, то есть посмотри, в другом переводе, здесь говорит, посмотри на землю, посмотри на скота, все это сотворено Богом, все в руке, как он и говорит Иов, 7-й и 10-й стихи, в его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Святитель Леонид Златоуст пишет, очень короткая цитата, но очень такая емкая. В его руке душа всех людей, так что может, когда пожелает, покарать и наказать. Конец цитаты. Бог и наказывает, Бог и любит. Нельзя говорить о том, что Бог — это любовь и только любовь, и наказывает он человека, но не наказывает и не гневается. Бог и гневается, и наказывает. Ну, конечно, он не гневается так, как человек, по своей страсти и желанию отмщения. Бог наказывает человека ради исправления. Но наказание есть. Или ради утверждения в вере. Как мы видим, что здесь видно, что Сафар видит, что Иов якобы наказывается, но у него представление только что наказание — Это что вот Бог хочет отмстить, значит, человек что-то сделал неправильно. Но Бог наказывает человека ради исправления. И посылает иногда испытания ради его укрепления в вере и любви к себе и к человеку. Итак, не ухо ли разбирает слова, и не язык ли распознает вкус пищи. Вот святитель Анатолий Златоуст продолжает и говорит по этому поводу. Дар разума. Толкуя 11 стих, цитата. Ум разбирает слова, и гортань распознает пищу, как звучит в другом переводе, не язык, а гортань. Это означает следующее. Если бессловесные знают это, то тем более мы, наделенные разумом, а не только гортанью, чтобы есть подобно тем. Или же я не лишен разума, я знаю это. Ибо подобно тому, как Бог дал нам гортан для развлечения пищи, так и разум для принятия решений и время для обретения знания. Конец цитаты. То есть святитель Анатолий Златоуст говорит о том, что Ио здесь говорит, не употребляйтесь животным. Не думайте, что человек это только, как помните, спрашивают у этого человека, который в автомобиль с трудом влазит, занимается только собой и своими делами. Зачем тебе голова? Он говорит, шапку ношу, еще я в нее ем. Вот Ио предупреждает, ну человек, ты не только для этого, голова тебе не только шапку носить, но еще и думать и принимать решения. Так и говорит святитель Анатолий Златоуст. Я не лишен разума, я знаю это. Ибо подобно тому, как Бог дал нам гортань для развлечения пищи, так и разум для принятия решений и время для обретения знаний. Конец цитаты. Вот на экзегете, когда мы с вами рассматриваем строки Священного Писания, это как раз время для обретения истинных знаний. Еще вот есть интересная цитата, хотел бы я пропустить, Анна Златоуста. Он пишет, ибо вся премудрость, говорит, находится у Бога во всей полноте и вне времени. «Разве если мы знаем это, мы не знаем все? Мы знаем, что порочные караются, но вот и я, праведник, терплю кару. Поэтому требуется время, чтобы понять это». Конец цитаты. То есть он говорит, что необходимо время, необходимо размышления о том, почему со мной произошло то-то и то-то. Помните же, я часто вспоминаю, когда поездку на Афон, и когда там монах ответил одному вопрошающему. «Почему Бог нам не отвечает на наши молитвы?» Тогда этот простой монах ответил очень просто. Он сказал, что Бог разговаривает с нами обстоятельствами жизни. Поэтому нужно смотреть, что с нами произошло и к чему это привело. Чтобы понимать, как нам поступать, как нет. Сверять все это с божественным откровением и аскетической литературой Отцов Церкви. Далее, 12 глава, 16-17 стих. Немного имущества. У него, да, 16-17 стих. «У него могущество и премудрость. Перед ним заблуждающиеся и вводящие в заблуждение. Он приводит советников в необдуманность и судьи делает глупыми». Мы видим, что Иов продолжает это рассуждение и говорит, что все в руках Божьих. Сделать глупцом – сделать глупцом. Ради пользы для самого человека. Почему? Ну, потому что, значит, этот человек судит неправедно. Если кого-то ввести в заблуждение, введет. Для чего? Вот я каждый вторник провожу прием людей, которые отпали от православия. И часто люди, которые приходят и возвращаются в церкви, они благодарят Бога за то, что Он дал им в какой-то момент их жизни впасть в заблуждение. Потому что мне говорят, если бы потом уже проходит какое-то время, если бы я не впал в заблуждение, то, возможно, для меня это было каким-то искушением. Что, а вот они, какие протестанты, какая у них там в общинах любовь. Нам всегда кажется, что в чужом огороде все растет лучше. Поэтому не надо думать о том, что там вот все так, прям где-то там на стороне очень хорошо. Будем помнить всегда, что церковь – наша мать. Она нас родила. Может, в святом крещении. Может, в ней есть какие-то недостатки по человечеству. Но больную мать не оставляют. Итак, свидетель Григорий Двоеслов пишет по этому поводу, цитата, «И мы правильно понимаем советников, как тех проповедников, которые дают слушающим их совет к жизни. Но когда некий проповедник так проповедует вечное, чтобы достичь временных благ, то ожидает его конец глупца». Слыхали? Вот так. «Ибо усердием он направляется именно туда, откуда праведным умом должно было бежать». Конец цитаты. Видите как? Про проповедников. Это так называемая теология благополучия. Так и пишет. «И мы правильно понимаем советников, как тех проповедников, которые дают слушающим их совет к жизни. Но когда некий проповедник так проповедует вечное, чтобы достичь временных благ, то ожидает его конец глупца. Ибо усердием он направляется именно туда, откуда праведным умом должно было бы бежать». Хороший ответ. Далее 20-21 стих «Отнимает язык у велеречивых и старцев лишает смысла, покрывает стыдом знаменитых и силу могущих ослабляет». То есть видим, что это происходит в результате того, о чем сказал выше свидетель Григорий Довислов, смотря к чему призывает. Не тот. У нас вот, к сожалению, есть какая-то даже такая нездоровая тенденция — это поиск старцев. Но не всякий старец тот, кто таков убелен сединой. Старец тот, кто учит истину пути Божия, кто учит истину Слову Божию, кто говорит и направляет ум человека к вечным благам, к исследованию Священного Писания, к литературе Святоотеческой. Кто сам дает такие советы, которые не расходятся с Божественным Откровением, предания, писания. А всякий старец, который дает советы расходящиеся со скетической литературой, с Божественным Откровением, вопрос, старец ли он. Он может быть старый человек, но и не старец, неумудренный. Поэтому так и пишет, что истарца может лишить ума. Отнимает язык у величивых, как мы прочитали, открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертва. Здесь некоторые отцы усматривают и пророчества о Христе. Вот, например, один церковный писатель так пишет, цитата, «В буквальном смысле речь идет о том, кто обнаруживает тайны для всех и спасает находящихся в опасности и при смерти. А тенью смертной он называет опасность, ибо как тень бежит впереди тела, будучи ближе всего к нему, так и опасность смерти находится при нем». Очень хорошее сравнение. «А в духовном смысле он, вероятно, пророчески возвещает пришествие Господа, который сказал узникам, «Выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь». Книга Пророк Исаия, 49.9. «И посетил просветить сидящих во тьме и тени смертные». Евангелие от Луки, 1 глава, 79 стих. Итак, далее Иов продолжает говорить о промысле Божьем, 23-25 стихи. «Умножает народы и истребляет их, рассеивает народы и собирает их, отнимает ум углав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Ощупью ходят они во тьме, без света и шатаются, как пьяные». Действительно, все в руке Божьей. И Бог видит, кого наделить разуму, а кого лишить. Для чего, оказалось, как это Бог лишает человека разума? Для того, чтобы он не наделал безумных вещей. Потому что иногда человек умный может наделать очень много безумия. И безумие будет намного опаснее, нежели безумие глупца. Глупец на такое безумие и не додумается, на что может додуматься умный. Так и в книге, не помню в каком-то произведении, сейчас точно не могу сказать, но точно это у Федора Михайловича Достоевского. Он так и говорит, что умный, образованный идиот натворит такой идиотизм, что расхлебывать долго придется всему напряжение истории человечества. А глупый говорит, ну что он, сделает какую-то мелочь, и все забудут о ней. Поэтому образованного идиота надо опасаться больше. Поэтому Господь и лишает его в свое время разума. Для того, чтобы он не натворил подобное дело. Промысел Божий, действительно, вводит на свет тень смертную. Все в руке Божьей. Действительно, как и пишет здесь, как и говорит Иов, умножает народы, истребляет их, рассеивает народы, собирает, отнимает ум у глав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне. Итак, именно о промысле Божьем и ответ Иова Сафару содержит глава 12, которую мы сегодня рассмотрели и, надеюсь, подчеркнули множество уроков для ума, души и для того, чтобы нам знать, как поступать и как рассуждать, когда мы часто наблюдаем вокруг себя беззаконие, бедность, несправедливость с точки зрения нашей человеческой. Будем всегда помнить о том, что Бог знает все, что Бог — Он всевидящее око. Он знает наше помышление, знает наше внутреннее глубинное сердце, знает даже наперед того, чем мы еще пока не знаем, что произойдет с нами. Поэтому будем уповать всегда на Бога, на Его промысел, не будем осуждать, но будем вглядываться внутрь себя для того, чтобы нам учиться пути Его, достигнуть то, к чему мы все стремимся — к Царствию Христову. Продолжение следует...